В эти минуты в Вене проходит встреча президента России с президентом Австрии. И буквально с минуты на минуту Владимир Путин должен встретиться с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Известно, что на встречу в Хофбург, старинный королевский дворец в Вене, Владимир Путин приехал не на лимузине проекта «Кортеж», как это было, допустим, на последней инаугурации президента России, а на «Мерседесе». Почему из всей Западной Европы именно Австрия ближе всего оказалась Владимиру Путину? Поинтересуюсь у шефа Европейского бюро РТВА и Константина Гальденсвайга. Константин, приветствую. Приветствую, Гарри. Все-таки почему именно Вена, учитывая все политические заявления последних дней, учитывая все, что происходит в экономической сфере Австрии, почему все эти действия и заявления свидетельствуют в пользу того, что из всей Западной Европы, пожалуй, именно Австрия ближе всего Владимиру Путину? Действительно, это показательно, потому что это первый визит вообще Владимира Путина после его переизбрания куда-либо этой страной оказалась Австрия в 2014 году. После крымских событий, как мы помним, тоже именно Австрия первый принимала Владимира Путина. И сейчас он снова улетит к Себастьяну Курцу, к канцеру Австрии, хотя всего лишь несколько месяцев назад оба виделись в России. Причин этому несколько. Если говорить о причинах самых актуальных, то это, собственно, новое возглавляемое Себастьяным Курцем правительство австрийское, в котором помимо его движения есть еще и младшие коалиционные партнеры. Это австрийская партия свободы. Мы хорошо помним кадры, скажем, зимы 2016 года, когда ее представители Хайнц-Кристиан Штрахе летали в Госдуму подписывать договор о сотрудничестве, о партнерстве с партией «Единая Россия». Там фигурировало и патриотическое воспитание молодежи, и много приятных для слуха Кремля слов. И все это при том, что Хайнц-Кристиан Штрахе – это в прошлом политика из неонацистских кругов, как и, собственно, начинало свою политическую деятельность там, как и сама по себе австрийская партия свободы – это ультраправое движение, корни которой уходят вообще в австрийское подразделение НСДАП. Понятно, что вот эти ультраправые политики австрийские, которые сейчас на позициях младших коалиционных партнеров находятся у власти, они, как и другие правопопулистские партии в Европе, стремятся к максимальной поддержке хороших отношений с Кремлем. И тут единственное, что их ограничивает и сдерживает – это, собственно, сам Себастьян Курц, очень честолюбивый амбициозный канцлер Австрии, ему всего 31 год, который пытается лавировать, с одной стороны, между такими активными устремлениями своих однопартийцев для поддержки отношений с Россией, ходят разные слухи о возможном финансировании даже Москвы. И с другой стороны, это амбиции Себастьяна Курца служит неким мостом между Европой и Кремлем, и Россией. И Себастьян Курц вынужден лавировать в таких очень сложных условиях. Кроме того, Австрии скоро уже предстоит председательствовать в Совете ЕС, это начнется в июле. И для Курца молодого политика важно хотя бы подать сигнал, хотя бы какие-то внешние, и показать признаки того, что вот в месяце, когда Австрия будет писать в Совете ЕС, действительно ей удастся добиться каких-то, ну хотя бы внешних подвижек в отношениях между Россией и Евросоюзом. Конечно, другой важный и официальный, собственно, повод этого визита Путина, он приурочен к 50-летию подписания газовых договоров, первых между Австрией, энергоконцерном ОМФАУ, австрийским, и тогда СССР. Меняются названия стран, но газ для Вены российский по-прежнему очень интересен, и вот этот полугосударственный энергоконцерн ОМФАУ по-прежнему уступает одним из ключевых партнеров в проекте Nord Stream 2, несмотря на весь натиск со стороны США, которые даже пытались каким-то образом, по слухам, сорвать вот этот нынешний визит Путина в Австрию. Но кроме вот этих потенциальных многомиллионных доходов от Северного потока 2 и других проектов железнодорожных и других экономических инициатив, то помимо вот этих конъюнктурных причин в этом партнерстве австрийско-российском, есть и причины глубинные, исторические, точно так же, как Австрия, которая толком не разобралась, в отличие от Германии, со своим прошлым в годы Третьего Рейха, и поэтому в том числе в ней опять в новой власти оказались ультраправые, точно так же, с другой стороны, в Австрии хорошо помнят тот вклад Красной Армии, который она внесла в 1945 году в освобождение страны от Гитлера, от нацизма. И тут важно, что Австрия едва ли не единственная европейская страна, но, может быть, кроме что в Финляндии, которой в 1955 году без какой-то крови удалось освободиться от советской опеки с согласия Хрущева, который тогда настоял на том, чтобы Австрия оставалась нейтральным государством. И вот это освобождение в Австрии и этот выход советских войск хорошо помнят и ценят, здесь ни в коем случае не воспринимают, в отличие от других европейских стран, Советский Союз, Красную Армию, как неких не только освободителей, но и оккупантов. Нет, Красная Армия – это только освободительница. И ради того, чтобы этот Сатус-Кво сохранялся, ради того, чтобы вот эта функция моста между Западом и Россией сохранялась, в Австрии, собственно, и готовы дальше сохранять тот самый пресловутый нейтралитет, как это было в годы прежней Холодной войны, и как это, мы видим сейчас, продолжается вопреки Холодной войне нынешней. Вот, пожалуй, такие причины, Гарин. – Что ж, большое спасибо. С нами на прямой связи был шеф Европейского бюро РТВА Константин Гальденцвайк. Накануне Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу ОРФ. Речь шла о малазийском Боинге, сбитом над Донбассом, об отношениях с Трампом и Евросоюзом, о Сирии. Журналист Армин Вольф настойчиво выяснял у российского президента, кто такой Евгений Пригожин и почему он получает контракты с Министерством обороны. Интересовался фабрикой троллей, спрашивал про Крым и Алексея Навального. Мы выбрали несколько ключевых фрагментов этого интервью. Вы сказали «Россия», а потом начали говорить о хакерах. Так? Когда вы сказали «Россия», вы имели в виду российское государство либо отдельных российских граждан, хакеров, каких-то там юридических... Я имел в виду и господин Пригожин. Я сейчас по-прикожину скажу. Вот я прошу вас сделать разницу между правительством Российской Федерации, государством Российским, российскими гражданами или какими-то юридическими лицами. Может быть и так. Вы сейчас сказали о том, что господина Пригожина называют поваром Путина. Он действительно занимается ресторанным бизнесом. Это его экономическая база. Он действительно ресторатор в Петербурге. Ну и теперь я хочу вас спросить. Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имеет даже какие-то хакерские возможности, имея какую-то частную фирму в этой сфере, я даже не знаю, чем он там занимается, что он действительно с этих позиций может повлиять на выборы в Соединённых Штатах или в какой-то европейской стране, как же низкопало вот всё, что происходит в информационной и политической сфере в странах Объединённого Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой-то из европейских стран либо в Соединённых Штатах. Это не смешно? Господин Президент, наверное, это хорошо или плохо, но это неправда. Но господин Пригожин не занимается только ресторанами. У него много фирм, которые заключили договоры с Министерством обороны и получают много госзаказов. И миллионы долларов он тратит на эту фабрику троллей, чтобы они производили эти посты. Зачем это нужно ресторатору? Спросите у него. Российское государство не имеет к этому... Вы же его сами знаете хорошо. Знаете, я много людей знаю. И в Петербурге, и в Москве. Вы их спросите. Вы же в 2014 году множество раз говорили, что мы использовали вооружённые силы в Крыму для того, чтобы заблокировать вмешательство Украины. После, позже, Вы действительно признали, что в Крыму была российская армия, а до этого Вы это отрицали? Ничего я не отрицал. Там всегда находилась российская армия. Я вот хочу, понимаете, чтобы Вы некоторые вещи не повторяли механически, а реально вникли в то, что там происходило. В Крыму всегда находилась российская армия. Там был наш воинский контингент. Что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине? Нет таких условий. И быть не может. Если Вы говорите об аннексии, то разве проведение референдума народом, который проживает на этой территории, можно назвать аннексией, тогда аннексией надо назвать и самоопределение Косово. Почему же Вы не называете аннексией самоопределение Косово после вторжения туда войск НАТО? Вы же так не говорите? Значит, Вы говорите о праве Косоваров на самоопределение. Вот Косоваровы это сделали, секундочку, только решением парламента. А крымчане сделали это на референдуме, на которое пришло свыше 90% людей, проживающих в Крыму, и проголосовали за независимость, а затем за присоединение к России, примерно столько же, около 90%. Разве это не демократия? А что это тогда? И что тогда демократия? Получилось так, что самый известный оппозиционер в России, который не смог выдвинуть свою кандидатуру, это блогер Алексей Навальный. Вы еще ни разу не называли открытое его имя, Алексея Навального. Почему? Вы знаете, у нас ведь много бунтарей, так же, как у Вас, так же, как в Соединенных Штатах. На Украине, например, о которой мы с Вами говорили, один из лозунгов оппозиции при приходе к власти была борьба с коррупцией. Что там сейчас происходит с коррупцией? Что в Европе говорят про коррупцию в Украине? Все ругают руководство Украины за то, что они мало делают в этой сфере. Почему Вы считаете, почему Вы считаете, что мы... Секундич, почему... Я хотел бы поговорить о России. А я вот Вам говорю. Если мы говорим о повстанцах, то Ваши советники уже показывают. Сейчас я скажу. Ну, сейчас скажу. Вы мне даете фразу закончить, поэтому ведете себя так нетерпеливо. Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, в третьем, четвертом издании. Вам нравятся такие фигуранты, якобы политические деятели? Избиратели даже не могли посмотреть на этого кандидата, потому что он не мог выдвинуть кандидатуру. Избиратели могут посмотреть на любого человека, потому что интернет у нас свободен, никто его не закрывал. Средства массовой информации свободны. Люди всегда могут выходить и заявлять о себе, что и делают различные фигуранты различных политических движений и направлений. Вот если человек приобретает какой-то вес у избирателя, тогда он становится фигурой, с которой должна общаться, договариваться, либо вести диалог, как государственная власть. А если у той и другой политической силы его уровень доверия измеряется одним-двумя-тремя процентами либо сотнями долей процентов, то о чем мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны? Понятно, но на выборах в Москве в 2014 году Навальный получил 27 процентов. Сколько проголосовало за вашего покорного сугу в Москве на последних выборах? Не за мэра Москвы, а за президента в Москве. Сколько проголосовало? Посмотрите. Это были фрагменты интервью, которые Владимир Путин дал австрийскому телеканалу ОРФ. Армин Вольф задал вопросы про снимки Путина с обнаженным торсом. Вольф сказал, в полуголом виде, на что Путин ответил, слава богу, не в голом. Если я отдыхаю, сказал президент России, то не считаю необходимым прятаться за кустами, и ничего в этом плохого не вижу. Конец цитаты. Журналист, правда, обращал внимание Путина на то, что фотографии делали не папарацци или туристы. Снимки публиковал Кремль. Коллеги Армина Вольф обратили внимание на его настойчивость, на то, как он добивался конкретики от Владимира Путина. Вот как президент России реагировал на ремарки и уточняющие вопросы. Если вы наберете терпение и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения. Сейчас, секундочку, не торопитесь, дайте мне сказать. Иначе у нас будет не интервью, а монолог только с одной стороны, с вашей. Ну, давайте мне сказать. Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы? Вот вы меня перебили в очередной раз, а между прочим, если бы вы мне дали договорить, вы бы поняли, что имеется в виду. Дайте мне сказать, в конце концов. Ну, заинзи бета, заинзи. Аллаханзи михт, этого стуза. Я сейчас расскажу об этом. Не берите терпение. Вы знаете, если вам не нравятся мои ответы, то вы тогда не задавайте вопросов. Почему вы считаете, почему вы считаете, что мы... Сейчас я скажу. Ну, сейчас скажу. Вы мне не даете фразу закончить, поэтому ведете себя так нетерпеливо. И продолжаем тему визита президента России в Вену. Сейчас с нами на прямой связи по скайпу российский житель Вены Александр Простинкин. Александр, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Западная Европа довольно холодно относится к Владимиру Путину, и визит, тем не менее, состоялся. Ему такое же внимание уделяют в Австрии, как и в России. Все-таки вот Хофбург, королевская резиденция, все это проходит достаточно пышно. А вот как реагируют простые жители Вены? Здравствуйте, Гарри. Я бы хотел поправить вас. Я не российский, я, в принципе, родом из Украины, русскоязычный, скажем так. Я прошу прощения. Очень страшно. Касательно визита Путина, ну, что вам сказать, в основном такие бытовые вопросы, что город перекрыли на полдня, потом было сообщение, что самолет задержался на час, он прибыл на час позже. Для австрийцев, для очень, скажем так, пунктуального народа это, скажем так, непростительное невежество опаздывать. Поэтому больше пишут об этом. Ну, в общем-то, все, конечно, для маленькой страны, как Австрия, при визите президента России это событие, но пресса в основном пишет про, скажем так, про перекрытие города, про то, что люди не могут добраться домой с Вены, за город и так далее. Я смотрю, вы сполна всех московских радостей халебнули. Послушайте, Александр, вот Вена, это город-космополит, ну, по крайней мере, раньше был. Ну да, сильное влияние Италии в последние годы, может быть, Турции. Вот насколько такому городу близки консервативные ценности вот того же канцлера Себастьяна Курца, ну и, очевидно, президента России Владимира Путина? Ну, сам город Вены, он достаточно такой либеральный, космополитичный, как вы сказали. Не только Италия, не только Турция, очень большое влияние славянских народов здесь. У многих жителей Вены славянские имена и фамилии. Что касается консерватизма, то Австрия, в принципе, консервативна, но Вена, скажем так, это исключение, она такая более хиповая, более либеральная. Хотя Курц сам родом из Вены, Себастьян Курц, премьер-министр Австрии, вот он как раз жил в 12-м районе, где я сейчас живу. Вот, поэтому, в принципе, к нему у венцев достаточно такое нейтрально-позитивное отношение. Вене не очень любят партию, националистическую партию свободы. Ну, они все время набирали там 20-25%, в принципе, Курц спас эти выборы, потому что раньше партия свободы ей предрекали первое место на выборах в парламент. А потом появился Курц, и его партия заняла первое место, и, соответственно, он стал премьер-министром. Поэтому, благодаря Курцу, в общем-то, Австрия не скатилась так совсем уж вправо. Александр, я предлагаю вам сейчас прерваться и вместе с вами посмотреть и послушать пресс-конференцию в эти минуты. Она начинается. Пресс-конференция президента России Владимира Путина и президента Австрии Александра Вандербелина. Давайте послушаем, что говорят президенты двух стран. Российские планы по увеличению поставок газа европейским потребителям, в том числе и в рамках проекта «Северный поток-2», других энергетических и инфраструктурных проектов пользуются поддержкой австрийских партнёров. Обсуждение этой важной темы мы, безусловно, продолжим и с федеральным канцлером Австрии. Затронули с господином Авандербелином вопросы динамично развивающихся в последние годы культурно-гуманитарных связей. Отметили, что регулярной практикой стало проведение перекрёстных мероприятий. В 2017 году успешно прошёл год туризма России и Австрии. В этом году проводится год музыки и культурных маршрутов, а на следующие и 2020 годы запланированы перекрёстные годы молодёжных обменов и литературы театра. Сегодня вместе с австрийскими руководителями господин президент уже только что сказал об этом. Откроем в Венском музее истории и искусств выставку полотна старых мастеров из Эрмитажа. Договорились с господином федеральным президентом содействовать реализации планов по созданию российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог». Вызывает удовлетворение совместная работа историков двух стран. В рамках профильной российско-австрийской комиссии они вносят весомый вклад в беспристрастное изучение нашего общего прошлого, противостоят попыткам пересмотра некоторых сложных периодов европейской истории. Хотел бы особо поблагодарить власти, народа Австрии за бережное отношение к захоронениям советских воинов, освобождавших вашу страну от фашизма. В ходе переговоров, разумеется, обменялись мнениями и по ряду международных и региональных проблем. При обсуждении говорили о ситуации на Украине, в Сирии. И в завершении хотел бы поблагодарить федерального президента Австрии господина Александра Ван дер Беллина за конструктивную, плодотворную встречу, которая уверен будет способствовать дальнейшему развитию всего комплекса российско-австрийских связей. Будем рады видеть господина президента в России в любое удобное для него время. Спасибо большое. Спасибо. Есть еще два вопроса от русской и от australian сайта. Начинается с господин из Руссии. В. 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 Добрый день. Меня зовут Павел Зарубин. Я представляю телеканал «Россия». У меня вопрос обоим президентам. Россия и Австрия, как уже многократно подчеркивалось, давние, надежные, проверенные партнеры, крупные взаимные инвесторы. Вы сейчас озвучили эти цифры. Многие миллиарды долларов о многих проектах рассказали. Но вот, учитывая нынешнюю международную обстановку, как Вы считаете, есть ли потенциал для еще большего роста в экономических отношениях? И если да, то в каких сферах его ожидать? Добрый день. Конечно. 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 Natürlich ist da ein großes Potenzial noch vorhanden. Ausland ist ein riesiger Markt mit seinen mehr als 140 Millionen Einwohnern. Auf mittlere Sicht, so wie sich der Ölpreis derzeit entwickelt, also wie sich die Energiepreise entwickeln, ist das eine gute, auch eine gute Ausgangsbasis. Das war's. Das war's. Das war's. Послушайте фрагмент этой пресс-конференции. Вам было слышно? Да, 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 все было слышно. Ну вот что вы можете сказать по поводу укрепления австрийско-российских отношений, о которых говорил Владимир Путин? И начал говорить Александр Вандербеллин, но, к сожалению, он стал говорить по-немецки, с немецкого я сейчас не переведу, а вы-то немецких знаете хорошо. Ну, сейчас опять Путин говорит. Ну, понимаете, Австрия, как уже сказал ваш корреспондент, это как бы старается и нашим, и вашим, да? И в Европе быть, и с Америкой дружить, но в то же время как бы и пытаться наладить отношения с Россией. Не знаю. То есть я не думаю, что желание австрийской партии свободы снять санкции будет как бы реализировано, потому что, во-первых, Курц в премьер-министр, он вряд ли на это пойдет, и, во-вторых, все-таки основной тон в Европейском Союзе задает Германия. Насколько я знаю, Меркель против снятия санкций, поэтому я не думаю, что это произойдет. Возможно, так как партию свободы поддерживала Россия, возможно, это как бы отплата партии свободы за то, что за поддержку. Вот они сейчас пытаются публично сказать, что они хотят снять санкции, но я не думаю, что это произойдет. Скажите, Александр, а как относятся в Австрии к мигрантам? Потому что не секрет, что во многих европейских странах, в которых к власти приходят консервативные или правые партии, или набирают очень большое количество голосов эти правые партии, в этих странах, как правило, они, политики, имею в виду, делают это во многом за счет волны недовольства мигрантами. Как с этим в Вене сейчас? Ну, в принципе, да, в 2015 году была большая волна неконтролируемого, скажем так, миграционный поток из Венгрии, из Балкан. Ну, как вы на бытовом уровне, может быть, относитесь к этому? Вас это беспокоит? Абсолютно спокойно. Абсолютно не беспокоит. Вена, как была, так и осталась достаточно безопасным городом. Единственное, что за счет эмиграции Вена выросла в населении, стала вторым по размерам немецкоязычным городом после Берлина, таким образом обогнав Гамбург. Ну, а так, в принципе, здесь очень строгое миграционное законодательство, поэтому те беженцы, которым, скажем так, не светит этот статус беженца, они вряд ли здесь останутся и, скорее всего, депортируют. Александр, многое говорится на официальном уровне о российском газе, о том, как он важен для Австрии. Скажите, это на бытовом уровне как-то ощущается, беспокоит? Я не знаю, зимой холодно, дорого ли платить за тепло? Это вообще не тема для дискуссии. Здесь острицы помешаны на возобновляемых источниках энергии, ветровая, в гидроэлектростанции. И, например, у меня дома отапливается, есть мусоросжигательный завод, и от него идет тепло в этот дом, где я живу. Таких домов очень много. Поэтому сказать, что прям какая-то сумасшедшая зависимость от российского газа в Вене, я бы сказал, не леп. И эта тема не обсуждалась. Дима была достаточно теплая в этом году, поэтому, в принципе, когда она холодная была, особо перебоев и повышение цен на газ я здесь не ощутил. Что ж, большое спасибо. С нами на прямой связи по скайпу из Вены был Александр Простимкин. Мы продолжаем тему визита президента России Владимира Путина в Вену. Сейчас проходит пресс-конференция. Как раз выступает президент России. Давайте послушаем, о чем говорит Владимир Путин. С ближайшими темпами развиваются 4,4%. Мы вышли на устойчивый, пока очень скромный, но все-таки устойчивый рост экономики. Поэтому, когда я говорю о том, что и те, кто инициирует, и те, кто и против кого направлены эти действия, которые мы называем санкциями, они вредны для всех. И поэтому, мне кажется, заинтересованы в их отмене все. Мы тоже. Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что индивидуально в каждой из стран Евросоюза достаточно сложно говорить об этом. Сейчас не буду говорить о причинах, они вам известны. Но все, что происходит в этой сфере, не мешает нам развивать отношения с Австрийской Республикой. И мы будем использовать все для того, чтобы делать это в дальнейшем, осуществлять все планы, о которых я только что сказал. Австрия первая страна Западной Европы, которая стала покупать еще советский газ. 50 лет назад был подписан контракт в 1968 году еще с Советским Союзом. И осложнение отношений между Россией и Евросоюзом, кажется, тоже не отразилось на этих связях экономических, газовых. Вот несколько цифр. В 2016 год «Газпром» поставил чуть более 6 миллиардов кубометров, причем этого оказалось недостаточно. Австрия покупала газ у Норвегии, а в 2017 году Австрия увеличила закупки на 50%. С нами сейчас на прямой связи по скайпу директор Центра изучения мировых энергетических рынков Российской Академии наук Вячеслав Кулагин. Вячеслав, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько сильна роль газового фактора в отношениях двух стран? Роль достаточно сильная, потому что и для Австрии, и для России это такой весомый фактор. Австрия, соответственно, покупатель российского газа, Россия продавец. При этом вы только что слышали в предыдущем интервью, что люди на бытовом уровне не замечают происходящие какие-то проблемы, какие-то сложности. А при этом о чем это говорит? Что значит взаимодействие в газовой сфере идет нормально. Вы говорите, что в прошлом году существенно были увеличены поставки газа, и мы приблизились почти к 10 миллиардам. Да, это так. Но посмотрите, что происходит в этом году. По отчетности «Газпрома» за первые три месяца года, то есть к началу апреля, было ли поставки в Австрию на уровне 77% на 77% выше, чем в предыдущем году. То есть в этом году рекорд будет существенно побит, и куда больше 10 миллиардов будет поставок. Еще больше. А экономика тут сильнее политики? Или так совпало, что с одной стороны побеждают консерваторы, и вроде бы наблюдается некое политическое притяжение, а с другой возник объективный дефицит газа? Ну, я думаю, что вот тут как раз тот счастливый момент, когда политика ни при чем. Есть потребности европейского рынка, и, соответственно, ведутся закупки. То есть мы знаем, что в политической ситуации много напряженности между Россией и ЕС, но при этом в последние годы показаны рекорды по экспорту газа, которых, в общем-то, не бывало никогда. И не только в Австрии, а в целом в Европейский Союз. Это какой-то такой положительный знак, что рынок, бизнес видят на самом деле те потребности, независимости на политическую атмосферу, нормально работают в этом направлении. Позиция Австрии по «Северному потоку-2». Позиция Австрии? Ну, Австрия – это участник проекта, УМВ – участник проекта. Соответственно, поскольку участвуют и финансируют, естественно, Австрия этот проект поддерживает. Да, Соединенные Штаты выступают против этого проекта, и куда в этой ситуации деваться в Вене? Ну, Соединенные Штаты могут выступать, но это проект для поставок в Европу, в Европейский Союз, а не в Соединенные Штаты. И, в общем-то, не только Австрия, но и Германия достаточно уверенно заявили еще в прошлом году, что это вопрос Европейского Союза, и не надо в него вмешиваться. Более того, я должен отметить, что сотрудничество идет не только в поставках газа. Например, совместно с УМВ ведутся работы… То есть, «Газпром» является акционером норвежского подразделения ОМВ «Норжа», и там ведется разработка месторождений и георазведка на территории Норвегии. У «МВ» участвует в российском провексте, сейчас эти разработки у Ренгойского нефтегазокондекса ОМВ является акционером. У «Газпрома», «Газпром» совместно с австрийской и немецкой компанией создал крупное ПХГ на территории Австрии, Хайдак, который успешно работает. То есть, это целый пласт, широкий пласт взаимоотношений по целому ряду направлений. Я знаю, например, о том, что «Газпром» ведет достаточно такое научно-техническое, плодотворное сотрудничество ОМВ, обменивается различными оценками рынка, технологические аспекты взаимного сотрудничества изучает. То есть, это действительно нормальное сотрудничество тех компаний, которые хотят работать вместе, несмотря на какой-то там внешнеполитический климат. Но это хорошо. Если представить ситуацию, что австрийская компания, продолжая сотрудничать с «Газпромом», с российскими компаниями, может оказаться под американскими санкциями. И такая вероятность сегодня есть. Как мы видим, мы наблюдаем некую тенденцию. Тем не менее, выстраивая свою долгосрочную стратегию, австрийские компании не боятся этого, они смело идут на сближение с Россией. Ну, вы знаете, почти все страны Европы покупают российский газ и так или иначе сотрудничают с «Газпромом». И поэтому вероятность оказаться под санкциями, конечно, есть. Но даже если говорить не о поставках газа, а хотя бы о северном потоке, то давайте посмотрим. Это компании Германии, Франции, Австрии, других стран, которые участвуют напрямую в проекте, которые поставляют трубы. Та же Швейцария. Ну, естественно, мы понимаем, что если будет какая-то хоть попытка давления со стороны США и распространить санкции на европейский бизнес, естественно, с европейской стороны будет ответ. И вот когда в прошлом году как раз законопроект с американской стороны обсуждался в Америке, тогда европейские лидеры дали достаточно четко понять Америке, какие будут последствия. И поэтому я думаю, что здесь это уже принципиальный вопрос для Европейского Союза и для руководителей вот этих крупных стран Европейского Союза, которые очень большой вес имеют. Как защитить свой бизнес от вот этого внешнего влияния? И, в общем-то, ответ, я думаю, будет в случае, если какие-то там санкции будут распространяться. Ответ будет достаточно жесткий. Вячеслав, а вот еще сегодняшняя новость. С санкциями это никак не связано. Напрямую суд в Нидерландах вынес решение арестовать нидерландские и голландские активы «Газпрома» во исполнении решения стокгольмского арбитража. Все делается по иску «Нафтогаза». Вот, несмотря на предыдущее решение стокгольмского арбитража, в общем, «Газпром» этому решению не подчинился. И какова вероятность, что он подчинится решению уже суда в Нидерландах? И будут ли действительно арестованы эти активы? И как это будет происходить, что люди придут на рабочие места, там будет опечатано приставы и так далее? Ну, смотрите. Во-первых, решение стокгольмского арбитража сегодня опротестовывается «Газпром». То есть, естественно, нужно дождаться этого опротестования прежде всего. Что касается конкретных попыток ареста активов по этому решению, понятно, что каждый из них будет опротестовываться в местных судах. При этом мы должны понимать, что дочерние компании по этому иску ответственности не несут. Поэтому максимум, что можно арестовать, это акции «Газпрома», принадлежащих ему компаниях. Либо непосредственно имущество, если оно принадлежит напрямую «Газпрому». Но, опять же, тут все непросто. У каждой страны свое законодательство. Вот как раз мы говорим о «Северном потоке». До того, как пришли в Нидерландах приставы, до этого аналогичная ситуация была в Швейцарях. И там шла речь об аресте активов «Нордстрим». Но, извините, «Газпром» является акционером «Нордстрим-2» и, в общем-то, единственным акционером. Но эти акции заложены у европейских компаний, которые, соответственно, дали деньги на проект. То есть, фактически, если попытаться арестовать и как-то забрать вот эту акцию или их заморозить, то это забирается, по сути, не у «Газпрома», а у европейских компаний. Что ж, большое спасибо, Вячеслав. Ваше мнение понятно. С нами на прямой связи был Вячеслав Кулагин, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Российской Академии Наук.